На территории Центра отдыха и здоровья Сосновый Бор построят учебный корпус Международной Арктической Школы. Это будет один из 12 объектов, которые возведут в Якутске в рамках государственно-частного партнерства. На днях начальник управления компании «Газэнергомонтаж» Андрей Урум объехал с инспекцией объекты строительства. Помимо школы, это многофункциональный развлекательный комплекс «Дом культуры» имени Гагарина и детский сад номер 30. Сегодня там уже идут строительные работы. Подробности далее. Объект Международной Арктической Школы находится в стадии погружения свай. Площадь здания 8 тысяч квадратных метров. Внутреннее содержание интерьера школы отходит от коридорной системы. Вместо кабинетов здесь будут лаборатории, эксплуатории и аудитории, где дети будут заниматься творчеством. Шесть блоков разной этажности, включая отдельный спортивный блок, будут рассчитаны на 220 учеников. Здесь будут обучаться особо одаренные дети со всех регионов нашей страны и также с дальнего зарубежья. Акцентурные решения были приняты такие, чтобы местный колорит сочетался с европейским убранством. На улице Пионерской идет строительство детского сада номер 30, рассчитанное на 200 мест. На сегодняшний день все сваи погружено. Строители возводят первый этаж. Работа идет с опережением графика. В стройке трудятся порядка 40 человек. Задействованы 6 единиц техники. Собираем плиту цокольного перекрытия в фундамент. Затем последуют колонны. Следующая захватка плиты цокольного перекрытия. Колонны первого этажа, личные клетки. Ну и, соответственно, перекрытие первого этажа. Одним из значимых социальных объектов является Дом культуры имени Гагарина с киноконцертным залом. Работа идет согласно графику. Сегодня строители заливают первую плиту цокольного перекрытия, Оснащенный современным мультимедийным и звуковым оборудованием, многофункциональный комплекс разместит у себя не только помещения кружков и клубов, но также офисные и торговые помещения. Здесь предполагаются трансформирующие перегородки, которые позволят нам использовать более эффективно ту площадь, которая есть. Тем самым, помимо ДК в его понимании, здесь можно будет проводить выставки. Партнеры надеются, что высокотехнологичные и энергоэффективные объекты позволят региону экономить на энергоресурсах. Детский сад планируют сдать досрочно. Остальные объекты будут сданы в конце 2019 года. Саргалана Федорова, Владимир Таюрский, НБК Саха, Якутск.